Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «7 минут». Исторический барк Крузенштерн не раз огибал зебной шар и по праву считается гордостью российского морского флота. И вовсе не нужно быть моряком, чтобы попасть на его борт. Век интернета достаточно понравиться пользователям, которые с помощью лайков подарят незабываемое морское путешествие. В октябре этого года состоялась экспедиция «Под крылом чайки» и у нас в гостях один из ее счастливых участников-победителей Юрий Чечерин. Экспедиция «Под крылом чайки» узнала случайно. Проводился всероссийский конкурс, набирали участников, был отбор. Меня зарегистрировала моя супруга, и о конкурсе я узнал случайно, когда до конца конкурса осталось буквально два дня. Для меня это было сюрпризом. Я даже сначала не поверил, что я участник. В интернете увидел свою фотографию, действительно, уже было на 26-м месте. Было зарегистрировано порядка 5000... Участников? Возможных участников, я полагаю. Это были не... Участников было меньше, это все, кто голосовал, был большой контингент. И за два дня так активизировался, подключил всех своих друзей. И как бы многие проголосовали, поскольку сам географ, друзей много. И попал в 20-ку участников, из 20-ти уже отбиралось 12 человек, которые могли попасть на Крузенштерн для участия в экспедиции. Куда вы путешествовали, что делали в этот момент, это все очень интересно. Все-таки 5000 участников, 12 тех, кто прошел. Это на самом деле цифры-то такие трудносопоставимые сразу. Сама экспедиция подразумевала хождение на Барке Крузенштерн. Это судно, парусное судно, четырехмачтовое. И путешествие длилось от Канарских островов, это восточная Западная Африка, до Балтики, до города Росток. Это Германия. Порядка 4000 миль, 3000 миль. И все, не приставая к берегу, все это океан, моря, Ла-Манш, проливы. Все это было на судне и ночевали на судне. А главная цель была какая? То есть, я понимаю, не изучение достопримечательностей, а, видимо, какой-то вот такой внутренний стержень почувствовать, да, ученик? Да, основная достопримечательность – это сам Барк, это историческое судно, которое построено в 1926 году. С самой экспедиции заключалось, было много мероприятий, конкурсов, которые каждый день, какие-то задания, обучение были, тренинги. Нас учили ставить паруса, срезать паруса. Да, мы поднимались на мачты. Мачта, надо сказать, это сама высота судна – 56 метров. И подняться на такую высоту по вантам во время качки… Еще когда вокруг все синие? Да. Если посчитать, это порядка 20-этажного дома. И подняться по вантам… Страховка есть, но страховку мы цепляли только наверху, когда находились уже на мачте, на какой-то рее, чтобы пройти по рее в какую-то сторону, вправо-влево. Но поверх надо подняться на руках, и когда все это качает, еще дождик какой-то идет, и ручки уже трясутся, устают. Не так-то просто. Но, тем не менее… Сразу женский вопрос. Вас с какой целью жена туда отправила, чтобы вы себя настоящим мужчиной ощутили? Я думаю, по вашим увлечениям вы и так доказали и себе, и другим очень многое. Ну, тут доказать не надо. Это все-таки интерес, это тянет к этому. Конечно, я сразу даже не поверил, что такое могло, что мне так повезло. И что выпала такая участь. Я полагаю, что вы должны были, участники команды, друг у друга чему-то учиться. То есть, наверное, вас по каким-то критериям. Кто-то хорошо плавает, кто-то хорошо еще что-то делает, кто-то не боится высоты. То есть, чтобы вы как-то компоновались и как-то совместно. Или это был все-таки больше конкурс? Не совсем так. Сначала было, когда уже набрали участников. Отбор, надо сказать, происходил с психологом. Мы общались с двумя психологами достаточно долго, порядка часу. Задавались самые разные вопросы. И уже потом я понял на барке, на судне, что набирались совершенно самые разные участники. И очень разная была группа, как по возрастному составу, от 25 до 40 лет. Участники и по интересам разные, совершенно разные люди. И в самом начале проскользнуло слово «реалити-шоу». И многих это сначала никто не хотел никакого реалити-шоу. У всех были совсем другие интересы, планы, потому что люди были не к этому готовы. И то, что разные участники подозревают, что хотели нас как будто столкнуть. И там должна какая-то интрига, всем должно быть тяжело. Все должны страдать, мучиться, преодолевать себя как-то. Как на острове, только на корабле. Как на острове, да. Но группа настолько сплотилась вся, все 20 человек настолько сплотились. Мы были разбиты на команды, стремиться к чему-то, какое-то выживание, стихии должна нас угнетать, шторма, качка. Но вот мы настолько все сплотились. И вот эти все соревнования стали уже даже больше похожи на какие-то веселые старты. Нам было всем весело, интересно, нежели это какое-то было там опередить другого соперника. Не было такого жесткого соперничества, было какое-то дружеское соперничество. А приз как таковой был или само путешествие уже удача? Как бы участие в конкурсе, то, что мы выиграли и попали, то уже было для нас призом. Были символические призы. Было четыре команды, и в команде победителей, я как раз в команде победителей был, нам подарили наручные часы. Какие-то особые или просто памятные? Они штурманские, памятные, с надписью, с гравировкой. Была какая-то высота, вот именно вами пройденная, новая? То есть вот вы сейчас горды, что вы это сделали? На что я попал туда, что я приобщился к истории. А вот именно на корабле, может быть, был какой-то стоп-кран, который никогда этого не давался и вдруг удалось? Ну, прям стоп-крана такого не было. Для всех, и все отмечают, самое яркое воспоминание, самое сложное, пожалуй, это подняться наверх. Нас ботсманы заводили туда. Ботсманы – это человек, который руководил группой, непосредственно мы были раздельны. Потихоньку, не сразу. То есть сначала первая высота, марсельная площадка, потом сайлинговая площадка. Это по этапу нас заводили. И потом, когда вот самое высокое – подняться туда. Это было не так-то. С первого раза очень тяжело. Ну, я бы, наверное, даже не поднялся. И многие, наверное, не поднялись. Но и физически это тяжело. То есть надо потренироваться. Мы не с первого дня поднялись. И морально. Надо подняться на одну площадку, привыкнуть, осмотреться. И когда ты начинаешь там что-то работать, что-то делать, затягивать, троса какие-то, это еще другое какое-то. И все это так интересно. Ты понимаешь, как все это работает, как это было раньше, когда были первые открытия, все эти парусники, как они ходили. Были какие-то интересные особые моменты? Да. Для меня очень странно было, что я от первых членов экипажа услышал такое слово, что они говорят не корма, а корма. Не ботсмана, а ботсмана. И так сначала резануло, но первый раз, второй раз. И было странно, почему люди так называют. Как бы обращались, спрашивали у членов экипажа, почему так? Ну вот называемо так, и все. Потом вспомнил, есть у Владимира Семеновича Высоцкого песня. Мы говорим не шторма, а шторма. Слова выходят короткие с мачты. Ветра не ветра сводит нас с ума. И спал фокорчевая мачта. Это действительно у моряков такая особенность, когда они коверкают слова, и это такой признак своих. А поначалу было очень неожиданно услышать такие слова. У вас же много увлечений. Может быть, подобные или похожие проекты были или предполагаются? Может быть, вы периодически отправляете свою анкетку куда-нибудь, но просто не везло до этого так сильно? Я не верил, что в таких конкурсах можно выиграть. Я всегда казался, что это как-то свои люди, как-то должны во всем этом участвовать. Нет, совершенно. Я никогда не отправлял в такие конкурсы. В этот-то не я сам, не я отправил. И даже когда просил друзей проголосовать за меня, мне говорили, что ты сам-то веришь, что это невозможно. Но проголосовали, надо отметить, все. Всех, кого я попросил, все отнеслись к этому добросовестно. А какое-то обсуждение на форумах было? Вы же сказали, реалити-шоу. Оно предполагает, что кто-то это обсуждает, где-то это видит. То есть, может быть, вы там о себе что-то почитали, что вот этот молодец. Как раз наоборот. Я включился незадолго до окончания голосования. И люди, которые обсуждали на форумах, на сайте, где проводилось голосование, что вот человек за два дня выскочил, что у этого человека явно все куплено, хотя все это не так. И из 20, даже кто уже был практически в финале, не попал, были такие некоторые негативные отзывы. А участники были откуда? Из разных городов? Из разных городов. Это были всероссийские конкурсы. И Новосибирск, и Калининград, и Екатеринбург. Были из Москвы, из Рязани вот я попал. Были еще из Рязани участники, которые дошли до финиша. Удалось с кем-то закрепить отношения? Может быть, вы планируете просто вместе отдыхать, периодически осваивать какие-то новые вершины? Да, группа очень сильно сплотилась, дружилась даже, что и общаются все вместе плотно. И 20 декабря будет встреча, как бы все, многие при этом в Москве все встретятся, и мы вновь все увидим друг друга, все ждут с нетерпением этой встречи. Так что очень может быть, что они еще не раз поднимут паруса в поисках попутного ветра и новых приключений. Это была программа «Семь минут». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин